Немецкий телеканал CDF отрицает, что документальный фильм «Человек власти Путин» является фальшивкой. Накануне на нашем канале прошел репортаж об этой ленте, ярком примере информационной войны против России. Сегодня наш канал связался с представителями CDF и задал вопросы о явно вымышленных фактах. В ответ нам пришла своего рода отписка, и наш СОПКОР в Германии Михаил Антонов отделил правду от вымысла. Уважаемые дамы и господа, телеканал «Россия-1» работает над сюжетом, который посвящен документальному фильму «Махтменш Путин», вышедшему в эфире телеканала CDF в прошлый вторник. Мы были бы рады поговорить с авторами фильма, попросили бы их ответить на ряд общих вопросов. Сколько времени заняло изучение фактов и подготовка к фильму? Какой была первая реакция зрителей? Можно ли назвать этот фильм успешным журналистским продуктом? Писать письма на CDF нужно деликатно, начинать издалека. Коллеги привыкли срывать маски и клеить ярлыки, но когда под сомнение может быть поставлена их собственная репутация, они окружают себя броню и молчание. Так уже было, когда в новостях на втором немецком кадры из Углегорска, снятые Евгением Поддубным, выдали за съемки украинских журналистов, якобы попавших под обстрел со стороны ополчения. Авторы фильма про всемогущего Путина ничего нового не придумали, щедро перекрыв текст про российское присутствие в Донбассе украинскими пушками, БМП и нацгвардейцами. Азы профессии – звенящая картинка плюс человеческая история. В боевых действиях принимает участие большое число профессиональных военных российской армии. Игорь, назовём его так, доброволец. Он воюет на стороне сепаратистов и гордится этим. Этот, назовём его Игорь, на самом деле Юрий Олегович Лобыскин, 27-летний безработный из Калининграда. В квартире, забитой пустыми бутылками, он рассказал нашему спецкору Антону Лядову свою настоящую историю. Приехал немецкий журналист Дитмар и съемочная группа из Германии. Он мне сказал, давай сейчас тебя будем снимать. Нужен репортаж про тебя. Якобы ты приехал с Калининграда воевать в Донецк как ополченец. Это сценарий. Он мне объяснял, что меня якобы ранило, хотя ранений у меня никогда не было. Я поехал сначала в Москву. С Москвы через два часа я был в Ростове. Он ждал меня в аэропорту. Боб, он мне назвался, сказал, что я заплачу тебе 50 тысяч рублей за неделю работы. Дитмар, это Дитмар Шуман, политический обозреватель ЦДФ. Вот он берёт интервью у Лобыскина на фоне окна затянутого материи, чтобы не бросался в глаза московский пейзаж. Боб – русскоязычный продюсер канала Валерий Бобков, который подыскал актёра и вывез его на натурные съёмки в Донбасс. К вопросу, видел ли я русских, русских военных, он меня готовил долго. Объяснял, что сказать, как сформулировать, как рассказать. Тренировали в течение трёх-четырёх дней. Точно, по два-три раза в день. То есть он мне записывал, он рассказывал, говорит дословно, говори, в общем, как я тебе скажу, записывай, констатируй. А потом мне расскажешь, и уже будем от этого отталкиваться. Я уже буду тебя корректировать. Несмотря на то, что роль была подробно расписана, Лобыскин в кадре иной раз теряется. Бобков показывает ему, как надо ходить с пулемётом туда-сюда. Но всё равно приходится делать несколько дублей. Эту сцену с проверкой автомобиля на блок-посту сняли с третьей попытки. Исходный материал сохранил голос, подсказывающий актёру текст. В эфирном варианте всё это перекрыл голос диктора. Помимо славы и чести для матушки России, привлекательна и компенсация в виде 25 тысяч рублей. В месяц это примерно 350 евро. Немного. Однако для Игоря этих денег достаточно, чтобы отправиться на войну, оставив жену и ребёнка. Он нашёл девушку, заплатил ей что ли две, то ли три тысячи рублей, чтобы она как бы сыграла мою жену. Потому что у меня детей нет. И эту девушку я видел первый раз. На самом деле. Он говорил, что надо держать ребёнка перед камерой, что более драматично это всё выглядело. Впрочем, выжать слезу или вызвать праведный гнев у авторов фильма не получилось. Несмотря на то, что кроме подставного героя в фильме поучаствовали очень многие настоящие и самые ядовитые критики Путина, рейтинг канала они в тот вечер здорово просадили. А уж противникам сближения с Россией и вовсе оказали медвежью услугу. Вот, собственно, характерные мнения. Я не думаю, что немцы верят всему тому, что показывают по ТВ. Многие занимают очень критическую позицию в отношении наших СМИ. Особенно это распространяется на государственные каналы, АРД и ЦДФ, работа которых финансируется из налогов. Не надо беспокоиться о немецком обществе. Люди очень расслаблены, отнесутся к предложенным тезисам. Немцы хорошо умеют читать между строк. Я не думаю, что в Германии приживётся однобокий образ России. Несмотря на события в Сирии, информационная война продолжается. Ваша передача отвратительна и омерзительна. Я до глубины души возмущён тем фактом, что подобного рода пропагандистская журналистика финансируется из моих налогов на государственное телевидение. Я подчёркиваю, что не хочу быть причастным к этому. У тех, кто знаком с политикой, проводимой Владимиром Путиным, звучащие в фильме заявления вызовут лишь улыбку. На канале Russia Today в России не выходят подобные топорные фильмы, посвящённые Меркель. И причина очевидна. Там не видят необходимости заниматься подобной примитивной пропагандой. Если доказательство будет абсолютно стопроцентное, что в фильме были подставлены лица, что кому-то якобы были заплачены деньги, для того, чтобы он сложной информацией выступал бы. И что редактора в этом напрямую занимались, то, мне кажется, скандал настолько разразится. Потому что есть же люди в Германии, которые выступают за улучшение отношений с Россией. Если они за это дело возьмутся, есть, например, внимание, то штрафы, конечно, никто платить не будет. Но я думаю, что по имиджу ЦДФ это очень сильно ударит. Стратегия защиты имиджа, которую выбрала ЦДФ, прояснилась два часа назад. В ответ на наш запрос телеканал сообщил, что авторы недоступны, снимают новые фильмы. О героях самый что ни на есть в самом делешной. И не за деньги он давал интервью в московском офисе ЦДФ, а за совесть. В редакции, видимо, не учитывают то, что можно запросить исходные материалы. И что есть свидетели. Девушка, сыгравшая жену. Или вот, например, соседка Лобыскина. Она хорошо его знает. Он такой человек, что, мне кажется, подвластен влиянием. А выпишет, так тем более. Посули ему денег, он посогласится на всё. Михаил Антонов, Александр Коростелёв, Андрей Путра и Антон Лядов. Вести Берлин, Германия.